Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. 12 октября в России отмечается День кадрового работника. Это некий неформальный такой профессиональный праздник всех сотрудников кадровых органов, отделов кадров нашей страны. Ну и поэтому, естественно, что сегодняшний гость нашей программы, помощник начальнику Межмуниципального управления МВД России Одинцовской по кадровой работе, подполковник внутренней службы Дмитрий Фёдорович Щебуняев. Дмитрий Фёдорович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, со своей стороны хочу и от себя лично, и от наших телезрителей, от нашей телекомпании поздравить всех кадровых сотрудников кадровой службы с прошедшим профессиональным праздником, пусть и неофициальным, но тем не менее. И, естественно, мы сегодня с вами поговорим о кадровой работе, о кадровой политике нашего управления полиции Одинцовского. Тем более, что оттолкнуться есть от чего. Недавно подводились итоги 9 месяцев оперативно-служебной деятельности управления. Ну и вот каковы они, каковы эти 9 месяцев с точки зрения именно подразделения, которое вы курируете, с точки зрения кадровой службы полиции. Спасибо большое за поздравления. Я тоже хочу присоединиться к вашим поздравлениям, поздравить всех работников кадровых служб с их профессиональным праздником. А что касается итогов деятельности нашего управления, то они действительно были подведены не так давно. Управление остаётся на достаточно высоких позициях в рейтинге Главного управления по Московской области. Это касается всех блоков и службы уголовного розыска, и участковых, и уполномоченных, и строевых подразделений, и линии безопасности дорожного движения. Но если говорить за ту службу, которую я возглавляю, за кадровую службу, здесь то же самое. Основные показатели – это, конечно, состояние некомплекта личного состава. Основные показатели – это профессионализм личного состава, это недопущение чрезвычайных происшествий с участием личного состава. Поэтому у нас по итогам 9 месяцев тоже достаточно неплохая ситуация. Мы тоже находимся, если не на первом месте, то высоко достаточно. И если брать, говорить, вот это подведение итогов, оно для нас ещё решающее, потому что это уже не за горами год. А год, как говорится, это совершенный отчётный период, когда все поставленные в начале года задачи, за все мы должны отчитаться. Поэтому, если какие-то ошибки мы видим, мы, естественно, сами на них указываем и сами стараемся, чтобы к концу года эти недостатки в нашей деятельности были устранены и их избежать. В целом, руководство главного управления, потому что представители тоже присутствовали на подведении итогов, оценили работу Межмуниципального управления ВД России Одинцовская положительно. Дмитрий Фёдорович, ну ведь не случайно именно кадровая служба всегда в любом управлении, в любом подразделении, на любом предприятии считается одной из ключевых, потому что именно от проведения грамотной, правильно извешенной кадровой политики в конечном итоге зависит успех, ну или в худшем случае не успех подразделения, управления и так далее. Ну, с этим сложно не согласиться, потому что действительно функционально каждый руководитель любого подразделения, любой службы в своих должностных инструкциях, в своих должностных обязанностях, у него предусматривается широкий перечень, широкий блок кадровых вопросов. Что касается органов внутренних дел, это и состояние дисциплины, это, соответственно, и комплектование, это, соответственно, и опыт каждого сотрудника, это, соответственно, и выполнение каждым сотрудникам возложенных обязанностей. И, в конце концов, даже самая элементарная, с чего, наверное, работа каждого человека, будь то предприятие, организация, начинается, это, в конце концов, распорядок рабочего дня, то есть следить за этим. Все это, естественно, от каждого руководителя, а кадровая служба уже, скажем так, это та структура, которая контролирует, которая помогает руководителю в каких-то ситуациях, помощь это и практического характера. Поэтому, да, я считаю, что кадровая служба достаточно важная структура в любом производстве, в любом предприятии, но в органах внутренних дел тем более. Ну и давайте сейчас все-таки вернемся непосредственно к управлению. Мы привыкли к тому, что численный состав нашего межмуниципального управления ВД России Одинцовская, ну, крутится или, как сказать, колеблется около одной тысячи человек. Да, это включая и территориальные подразделения, и структуру непосредственно самого управления. Вот сегодня, каков численный состав, есть ли некомплект, вы, кстати, слово «некомплект» в начале нашей программы упомянули, и каково соотношение опытных работников и молодежи, удается ли соблюдать некую такую золотую, если не середину, то золотое такое соотношение сплава опыта и молодости, энтузиазма? Ну, в настоящий момент штатная численность нашего управления чуть более 1100 человек. Произошло увеличение штатной численности по сравнению с прошлым годом. Это связано, естественно, с реформами, которые начались практически в начале года. Присоединение различных министерств, ведомств, наоборот, какие-то от нас службы уходят в другие структуры. Ну, в общем и в целом, если подвести итог, то штатная численность увеличилась порядка где-то на 30 единиц в общей сложности. Что касается некомплекта, то, к сожалению, нужно констатировать, что он тоже возрос. Есть объективные этому причины, потому что те сотрудники иных служб, миграционные службы, службы наркоконтроля, которые влились в нашу структуру, не каждый из них смог работать по тому графику, по тем задачам, которые здесь ставятся некоторым в силу объективных причин перемены места жительства, еще что-то. То есть, если они были в той службе и не осуществляли это, то сейчас такая возможность возникла, то есть не перешли они к нам. Поэтому должности ввелись, личный состав не пришел с этими должностями. Конечно, комплектуемся за счет своих резервов, за счет, опять-таки, тех людей, которые вновь приходят на службу, за счет выпускников учебных заведений, не только ведомственных, но и гражданских вузов. Поэтому этот процесс проходит, я думаю, что, опять-таки, к концу года ситуация здесь исправится, хотя она не критичная, даже далеко не критичная, но, тем не менее, конечно, хотелось бы, чтобы сейчас этот некомплект сократить. А что касается самого структурного построения, то тоже нужно отметить, что, конечно же, эти изменения не сказываются. Вот служба по обороту наркотиков возникла, то есть самостоятельное такое структурное подразделение, новое, с новыми задачами. Раньше подобное подразделение в нашей системе существовало, оно существовало в отделе уголовного розыска, а теперь, соответственно, это самостоятельная служба, то есть самостоятельными уже, скажем так, задачами, какими-то возможностями. Поэтому, конечно, тоже этот вопрос очень и очень, он, скажем так, актуален. И помимо того, что я уже говорил, что пришли ряд сотрудников, которые раньше работали в данной структуре, в федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, также точно в эту структуру теперь вошли наши сотрудники. Вот их взаимодействие, их какие-то наработки, они тоже, конечно, со временем... Притирка какая-то. Да, притирка какая-то проходит, да. Это тоже вопрос кадровый, потому что мы должны где-то здесь смотреть, кто с каким опытом, кто с какими, скажем, взглядами, чтобы этот положительный результат в конечном итоге он стал с каждым днем, с каждой неделей все более и более положительным, чтобы они, их работа, их функциональные задачи выполнялись только на отлично. Дмитрий Федорович, ну мы все привыкли к тому, что лицензионный разрешительный, отдел лицензионно-разрешительной работы, который занимается, ну и частными охранными предприятиями, и гражданским оружием, который находится на руках у населения, и отдел вневедомственной охраны, который тоже охраняет наиболее важные объекты, квартир много очень стоит на охране, на пульте охраны, именно в отделе вневедомственной охраны, было, задекларировалось, что эти структуры должны уйти в вновь созданную Росгвардию. То есть, фактически, это, если, как вы сказали, часть подразделений пришла в начале года, под крыло Министерство внутренних дел, а часть подразделений, вот, по крайней мере, было продекларировано, что оно уйдет. Вот этот процесс, насколько он болезненный или безболезненный идет? И вообще, начался ли он уже? Ну, этот процесс начался с 1 октября текущего года, и лицензионный отдел по лицензионно-разрешительной работе, и, соответственно, вневедомственная охрана уже являются структурными подразделениями Росгвардии. То есть, уже существует соответствующий указ президента, соответствующие нормативные документы по линии МВД, по линии Росгвардии. Сотрудники данных подразделений, они уже являются сотрудниками Росгвардии. Конечно, для нас это тоже действительно сложно, потому что, помимо перечисленных функций, если брать неведомственной охраны, естественно, они выполняли задачи и по соблюдению административного законодательства, по контролю с соблюдением со стороны граждан. Естественно, они входили в систему единой дислокации с целью оказания содействия в раскрытии преступлений по горячим следам, в первую очередь. Да, это все так и остается сейчас функционально, если взять, открыть законодательство по Росгвардии, за ними эти функции остались, сохранены. Но как будет осуществляться это взаимодействие, как это будет все теперь распределяться, потому что одно дело, когда это было, скажем так, подчинение прямое, а теперь это будет оперативное подчинение, и тем более это оперативное подчинение, как будет выглядеть, потому что я так подозреваю, что помимо этих функций еще будут добавлены какие-то задачи к этим сотрудникам. Как они будут успевать, как будут справляться, конечно, это тоже действительно сложно. Поэтому сейчас вот пока с 1 октября то, что произошло, пока еще, как говорится, мы не можем сказать, как это будет. Что касается рецензионно-разрешительного отдела, то же самое, очень большое взаимодействие, тот же самый оборот оружия, то же самое со службой участковых, полномочных в первую очередь, особенно в периоды, когда подготовка идет к проведению каких-то больших массовых мероприятий, это тотальные проверки граждан, у которых находится оружие, изъятие из оборота того оружия, которое незаконно, гражданское с просроченными сроками и так и тому подобное. Здесь тоже без этого взаимодействия тяжело, поэтому пока сейчас, как сказать проще, работаем по старинке, все взаимодействие остается на прежнем уровне. Надеемся, что так и будет, потому что система отлажена, система действует, и что-либо менять. Но я, конечно, еще раз говорю, что уверен более, что у этих служб сейчас будет еще другой, иной массив задач, более, скажем так, глобальный, поэтому, конечно, на сотрудников этих служб тоже будет возлагаться большая ответственность. Ну, надеюсь, что взаимодействие мы не потеряем, и будем более продуктивно, более организованно бороться с преступностью, защищать граждан от различных посягательств. Ну, я думаю, что, Дмитрий Федорович, вот вопрос, может быть, не совсем к вам надо адресовать, но, тем не менее, если можете вы на него ответить, ответьте. И для обычного гражданина ничего пока не изменилось. То есть, по-прежнему, если у него подходит срок перерегистрации оружия, он едет в лесной городок. Если ему хочется продлить или перезаключить договор на охрану квартиры, он едет на улицу Садовая. То есть, для обычного рядового гражданина ничего пока не поменялось, никаких изменений. Совершенно верно, Петр. Здесь нужно отдать, что сейчас все места дислокации этих служб, они пока неизменны, что будет в дальнейшем, не могу сказать, но сейчас все остается так, как оно есть. И тот самый функционал, и то же самое, скажем так, если речь идет о перерегистрации оружия, это можно осуществить и с помощью соответствующих служб, не только обращаясь в лесной городок, госуслуга, подачи, но, соответственно, если напрямую, то, соответственно, да, по тому же адресу с точно таким же набором документов. Пока для граждан ничего не изменилось. Ну и вот все-таки не ответили, не совсем полного ответили на часть моего, одного из предыдущих вопросов, касающегося соотношения опытных сотрудников и молодежи. Ну, давайте я тогда пошире его уже задам, да. Понятно, что опытные сотрудники, это действительно, это опыт, это грамотный, профессиональный абсолютно подход к работе, а молодой сотрудник – это энтузиазм, это энергия, которой тоже, может быть, опытному сотруднику не всегда хватает. То есть, вот это вот золотое соотношение количества молодых и опытных, оно очень помогает, наверное, в работе. Вот что касается такого понятия, может быть, как наставничество, еще плюс к этому, присовокуплю такой вопрос, как переходит передача опыта взаимодействия молодых и опытных сотрудников? Ну, здесь нужно отметить, что понятие опытного сотрудника, оно тоже динамично. Я, например, вспоминаю, когда я пришел впервые на службу в органах внутренних дел, в тот период времени очень много было в Одинцовской, ну, тогда еще в милиции, сотрудников, у которых выслуга превышала 25 и даже 30 лет, и к этому как-то относились вполне. Вот. К сожалению, сейчас не так много остается таких сотрудников, у которых выслуга превышает 30 лет. Ну, не знаю, что здесь влияет на это, как бы многие, скажем так, 20-25 лет выслуги и пытаются найти какую-то еще себе иную службу, то есть, получив пенсионные, соответственно, довольствия. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что, с другой стороны, если сотрудник сейчас лет 10 уже отработал в полиции, то его можно смело называть опытным, потому что, во-первых, структура обучения, она сейчас достаточно сильно усовершенствована, поэтому сотрудник с каждым годом, он получает все больше и больше знаний. Если рассматривать вопросы взаимодействия, то здесь тоже получается так, что в каждом коллективе, ну, вот, чем больше выслуга того или иного сотрудника, тем больше у него получается возможности оказывать помощь своему коллективу. Поэтому вопросы в соотношении, ну, наверное, сейчас, можно сказать, что примерно поровну, то есть, опытных сотрудников и молодых. Тут тоже, как объективно подойти, если приходит выпускник нашего учебного заведения, системы МВД, в нашей связи он считается молодым сотрудником, которым необходимо закреплять, ставить наставника в обязательном порядке в соответствии с требованиями приказов. На самом деле это уже сотрудник, уже, скажем так, состоявшийся, который пять лет уже находится в органах предел, помимо учебы. Из этих пяти лет он практически год отстажировался в нашем подразделении, потому что система практики начинается со второго курса, а на пятом курсе она составляет практически пять месяцев. Поэтому, конечно, уже этот человек, он и был в этом коллективе, он с понятиями этого коллектива задачен, но, тем не менее, за ним закрепляем наставника, хотя во время практики за ним уже закреплялся наставник. И, понятное дело, что в этом плане, конечно, наверное, эти люди требуют более меньшего внимания, нежели те, кто пришел с улиц, никогда в органах предел не служил, и представление имеет только, может быть, по фильмам, по книгам, а некоторые даже и вообще такого представления не имеют о службе. Но, тем не менее, если брать, скажем так, в каких-то аспектах, и, может быть, где-то там отчасти похвастаться профессиональными достижениями, то наше управление всегда участвует в областных конкурсах, соответственно, наставников и стажеров или подопечных, назовем их так, в разных службах, и очень часто занимают призовые места. То есть этот процесс, он тоже носит положительность. Что касается самой структуры наставничества, то тоже законодательство постоянно, наше внутреннее меняется, определяются какие-то моменты, определяются какие-то задачи. Они как бы общеизвестны, но когда они выполняются именно в связи с тем, что они являются нормативными актами, конечно, здесь уже большая ответственность. Каждый понимает, что выполняя то или иное действие в плане наставничества, он именно выполняет рекомендацию нормативных актов. Здесь тоже министерство заботится об этом, и какие-то моменты оно заложило в основу именно приказов, указаний и различных там иных нормативных документов. А теперь бы хотелось несколько слов, чтобы вы сказали о работе общественного совета при управлении. Насколько вообще важно его сейчас участие в жизни Одинцовской полиции? Ну и насколько я знаю, сейчас прошла некая ротация, пришли новые люди в состав совета. Если можно, вот несколько слов об этом обновлении. Что за люди пришли и, может быть, каких-то новых шагов, новых инициатив от общественного совета вы ждете? Ну действительно, у нас так получилось, что в этом году в всей системе Министерства внутренних дел истекает срок полномочий членов общественного совета. Первых созывов, скажем. Да, первых созывов, да, потому что это все соответственно с указом президента устанавливаются конкретные сроки. Поэтому до конца этого года нам необходимо будет уже окончательно сформировать весь состав. Процедура достаточно сложная, поэтому как бы в эту процедуру мы уже вступили. И действительно предусматривается, что у нас произойдут некоторые изменения. Но, во-первых, руководство управления приняло решение о том, чтобы в обязательном порядке в состав общественных советов входили представители высших учебных заведений, которые располагаются на территории нашего района. До этого такого не было. Мы понимаем, что взаимодействие с этими учебными заведениями, оно даст много нам и, надеюсь, даст много этим учебным заведениям. Здесь даже, мне кажется, об этом говорить нет смысла, потому что все налицо. Также было принято решение, чтобы в общественные советы входили представители средств массовой информации. Потому что то же самое мы видим, что сейчас именно средства массовой информации во многом делают, скажем так, погоду во всех сферах, в том числе и в правоохранительной. Поэтому, если они будут от нас получать из первоисточников какую-то прямую, неискаженную информацию, соответственно, нам тоже будет это полезно, ну и, соответственно, для служебной деятельности, вообще для, скажем так, становления какого-то имиджа полиции. Что касается самого общественного совета, пока сейчас не могу сказать, что он окончательно, состав сформирован, он должен быть еще, скажем так, утвержден главным управлением, потому что каждый член общественного совета проходит в отношении каждого члена проверка соответствующая. Это тоже такая трудоемкая достаточно процедура. Но, тем не менее, надеюсь, что в ближайшее время, в ближайшее время у нас произойдет все эти утверждения, и мы в новом составе уже соберемся. Что касается целей и задачи общественного совета, то, в принципе, они остаются на прежнем уровне. В первую очередь, это, наверное, все-таки контрольная функция за деятельностью полиции, потому что, когда человек гражданский, со стороны ему, наверное, виднее, какие есть, в первую очередь, недостатки работы, на них указать, соответственно, может быть, даже совместными усилиями их попытаться разрешить. Что касается иных функций, то это, понятное дело, и в том числе пропаганда полиции, именно с положительной точки зрения имиджа, потому что, к сожалению, хотелось бы так, чтобы все-таки было положительных отликов больше, чем их существует сейчас. Но в этом плане тоже надеемся на помощь общественного совета. Ну и опять-таки, каждый представитель общественного совета, он является или членом, или руководителем какого-то коллектива, какого-то предприятия, организации на территории нашего района. Здесь тоже мы надеемся, что благодаря этим людям мы, скажем так, будем чаще ходить в народ, назовем это так. Что касается работы общественного совета при управлении, ну это, наверное, и есть одна из грани работы с населением. Вот хотелось бы, чтобы вы сейчас именно об этой стороне работы полиции Одинцовской поговорили. Как строятся взаимоотношения с населением, как идет работа по укреплению обратной связи с населением. Вот насколько я знаю, сейчас в Америке уровень доверия полиции американской, после всех громких эпизодов, после расстрелов гражданского населения, другими словами этого назвать нельзя, да уровень доверия у них настолько упал, по-моему, даже 10% не превышает. Что касается нашей российской полиции, слава богу, уровень доверия намного выше, но тем не менее укрепить его дополнительно никогда не лишний. Вот как строится здесь взаимоотношение с населением, как идет укрепление взаимного доверия населения и сотрудников правоохранительных органов? Ну, в первую очередь, наверное, если брать из всех служб нашего управления, то, наверное, самое, скажем так, контактированное соседение службы по определению – это участковые и полномочные. С этой точки зрения, благодаря в том числе и Министерству внутренних, и Главному управлению, и особенно Администрации Одинцовского района, у нас связь налаживается в плане создания участковых пунктов полиции. Их достаточно много на территории района, и с каждым годом их становится больше. Это радует, потому что именно на этом пункте призвано так, чтобы участковый находился где-то в жилом секторе, потому что многие отделы полиции, они находятся где-то с краю территории, и, соответственно, не всегда гражданам удобно до них добираться. А по, скажем так, задумке, вот именно благодаря этим участковым пунктам и должна налаживать взаимосвязь. Да, знаю, существует множество претензий со стороны граждан. Бывает, когда не всегда участковый находится на месте. Бывает, что не всегда доступен его телефон участкового, потому что одной из еще, скажем так, связей населения с сотрудниками администрации Одинцовского района обеспечила каждого участкового полномочного мобильным телефоном, номером, были выпущены специальные баннеры размещены, они были на всех людных местах, в подъездах, чтобы обратная связь не всегда, и участковый доступен. Здесь тоже надо понимать, что, понятно, есть там отпуска, есть больничные, есть, в конце концов, какие-то там другие задачи. Не всегда так получается, что даже и прием населения осуществляется. Но, конечно, стремимся, чтобы таких, то есть, взаимозаменяемых, чтобы было, чтобы еще как-то что-то. Что касается, вот, даже самой этой связи, то хочу отметить, вот сейчас налажена система отчетов сотрудников полиции перед населением. Территориальные отделы полиции один раз в квартал, соответственно, проводят данные отчеты. Вот, крайний отчет перед населением, территориальных подразделений состоялся 1 октября текущего года. Соответственно, я сам присутствовал на двух таких отчетах, вот, 1 октября, и, что бросилось в глаза, очень мало населения. Несмотря на то, что, вроде бы, везде размещались объявления в средствах массовой информации, адреса сообщались. Я присутствовал на территории Лесногородского отдела полиции. Но очень мало было людей. То ли это было неинтересно, то ли действительно, может быть, учитывая еще погодные условия, люди где-то были там на дачах, на огородах. Но вопросов было много актуальных, и главное, что мы старались довести всю информацию, связанную с реформированием, связанную с показателями, и в каких ситуациях обратиться за помощью, актуальные вопросы, обсудить борьбы с преступностью. И, вот, конечно, здесь тоже хотелось бы обратиться к населению, чтобы в таких мероприятиях принимали участие. Все там, скажем так, и наболевшие вопросы свои говорили, но, в том числе, если это заслужено, то выражали благодарность, потому что это тоже нам, это стимулирует нас, это нам тоже приятно. Вот. Иные вопросы взаимодействия с населением, конечно, они выявляются в проведении различных встреч. Вот сейчас, в связи с началом учебного года, уже комплекс этих встреч практически завершен, то есть сотрудники ГИБДД выезжали в школы. Ну, не только маленьким детям, скажем так, а всем классам проводили уроки по безопасности дорожного движения, потому что это тоже одна из профилактических работ. А, в свою очередь, учащиеся им говорили, где они видят какие нарушения, как, что. Это тоже, поверьте мне, помогает, это тоже один из уровней взаимодействия. И таких примеров можно привести множество. Один из ключевых, краеугольных вообще камней, на которых строится успешность работы полиции в целом, это учетно-регистрационная дисциплина. Если она крепкая, то, соответственно, и остальные показатели на высоте. Вот, что касается укрепления именно учетно-регистрационной дисциплины, какие шаги здесь принимаются. И вообще, вот, что касается 9-го, итогов 9-ти месяцев, да, вручались грамоты, сотрудников лучших поощрили. А вообще, ну, я насколько понимаю, что и наказывают тоже достаточно часто. Вот, соотношение поощренных к наказанным, оно изменяется в лучшую сторону? Ну, если начать с самого начала вопроса учетно-регистрационной дисциплины, то, конечно, я не могу сказать, что мы искоренили и победили данное явление. К сожалению, среди сотрудников встречаются нарушения. Ну, чаще всего это связано со сроками, сроки рассмотрения заявлений, сроки рассмотрения обращений граждан. Они действительно достаточно жесткие, сложные и порой объективно, а порой, честно говоря, и не объективно. Конечно, сотрудники полиции эти сроки нарушают. Нам дремать не дает Одинцовская прокуратура. Действительно, у них очень четко, очень хорошо поставлен контроль за состоянием учетно-регистрационной дисциплины. Поэтому все наши сотрудники это прекрасно знают и стараются не попадаться с такими нарушениями. Но, тем не менее, это бывает. Что касается тенденции увеличения и уменьшения, здесь я не могу точно сказать. Скорее всего, примерно это все остается на прежнем уровне. Пытаемся, мы пытаемся, конечно, искоренять это негативное явление. Это и проведение методов занятий, это и проведение различных родов комиссий, на которых разбираем типичные ошибки и пытаемся совместно принять какие-то меры, чтобы эти ошибки избежать. Потому что зачастую не все зависит от сотрудника, который исполняет какой-то материал. Это может быть связано с различными медицинскими заключениями, которые ему необходимо получить. Это может быть различное проведение экспертиз, исследований, которые тоже самое, не всегда простые. Это может быть еще различное. Не всегда от него и сроки зависят. Да, не всегда от него и сроки зависят различные. Надо собрать какие-то справки. То же самое, если гражданин, житель зарубежного государства, это тоже не всегда, учитывая, что взаимодействие не так налажено именно среди правоохранительных органов. И запросы различные мы не можем напрямую в иностранное государство послать, а только через министерство. Поэтому есть ряд объективных причин, которые мы стараемся на этих рассматривать, какие-то свои предложения вносить как-то, чтобы их попытаться избежать. Ну и, конечно же, здесь большую роль, все-таки, то, что я вам сказал, играет обучение. Потому что очень много все равно имеет место быть молодых сотрудников, которые, если он просто так механически заучил какой-то нормативный акт, это не значит, что он понял, как его правильно выполнять и как за этим всем следить, чтобы были какие-то определенные действия сделаны. Поэтому то же самое пытаемся на занятиях приглашать и сотрудников прокуратуры, и сотрудников суда, чтобы они разъясняли какие-то положения, какие-то трактовки, и это тоже оказывает свое благоприятное воздействие. Дмитрий Федорович, ну я знаю, что в управлении нашим Одинцовском всегда с большим энтузиазмом приветствовали желания молодых людей, жителей Одинцовского района, поступать в профильные вузы, связанные с полицией, и потом приходить, возвращаться из них и служить на территории именно Одинцовского района. Какова ситуация сегодня с желающими поступить, с выпускниками уже, с учениками выпускных классов одиннадцатых? Я знаю, что вы всегда эту работу с ними начинаете заранее. И вот есть ли вот сейчас такое желание, приходят ли молодые ребята, обращаются ли учащиеся одиннадцатых классов с просьбами, с такими предложениями о дальнейшем прохождении обучения именно в вузах структуры Министерства внутренних дел? Ну, действительно, надо сказать, что перед кадровыми подразделениями поставленные задачи, они тоже какой-то носят, возможно, сезонный характер. Так вот, если брать комплектование учебных заведений системы ВД, то как раз вот осенний период времени, это для нас горячая пора, когда мы начинаем действовать в соответствии с планами по комплектованию и стремимся довести максимально до молодежи Одинцовского района о тех учебных заведениях системы ВД, которые существуют, и о тех возможностях, которые мы можем предложить, предоставить выпускникам для поступления в наши учебные заведения. Вот сейчас у нас уже мы стоим на пороге того, что в ближайшее время в нашем управлении будет проходить дни открытых дверей. В этом году мы разместили во всех школах района по этому поводу объявления с указанием начала отборочной кампании и, соответственно, с указанием дат, когда будут проходить эти дни открытых дверей. Если брать по прошлому году, то поступало порядка 30 человек от нашего района в учебные заведения системы МВД. Ну, тут, конечно, связано все с достаточно жестким отбором, потому что медкомиссия очень серьезная, вот, не все ее смогли в прошлом году, потому что, по-моему, если не измерить память, 50 человек примерно уходило на нас на медкомиссию, и только вот 30 ее успешно прошли, все прошли проверки и, соответственно, были направлены в учебные заведения. Вот, но это в настоящий момент один из, наверное, самых основных наших пунктов по комплектованию, потому что, как я уже выше сказал, это те сотрудники, которые через 5 лет уже будут иметь опыт, будут иметь именно профессиональный багаж знаний. Ну, и, скажем так, именно они будут составлять, скажем так, тот костяк сначала молодежи, а потом опыта, который будет развивать нашу полицию, я надеюсь. Но вы, может быть, анонсируете в какой день, или пока день еще не определен? Нет, день этот определен, это суббота 15 октября. В 10 часов на базе первого отдела полиции, Можайское шоссе, дом 4А, в актовом зале. Мы приглашаем всех желающих участия, 11 классов в первую очередь, но могут 10-классники, 9-классники прийти, на будущее тоже посмотреть, потому что многие ребята заранее думают о своей будущей профессии. Что касается учебных заведений, то у нас разнарядка в этом году Московский университет, Московский областной филиал, это город Руза, поэтому есть возможность, есть разные факультеты, мы готовы все это предложить, уже на встрече более подробно об этом, обо всем рассказать. Ну что ж, Дмитрий Федорович, спасибо огромное за то, что пришли сегодня, несмотря на то, что горячая, как вы сказали, пора сейчас у кадровой службы, на то, что пришли, ответили на много очень интересных вопросов, действительно, я думаю, об этом нашим телезрителям стоило узнать. Ну и еще раз завершение нашей программы, я поздравляю вас с только-только прошедшим профессиональным праздником. Желаю вам хорошего в этом году набора грамотных, здоровых, заинтересованных в службе в Одинцовской полиции ребят. Спасибо большое, надеюсь, что будете меня приглашать все почаще, потому что всегда готов ответить на вопросы, ну и, скажем так, всегда мне приятно пользоваться ситуацией и, скажем так, проводить какой-то анонс каких-то положительных мероприятий или набора, или каких-то иных, которые проходят в нашем подразделении. Еще раз спасибо, я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был Дмитрий Федорович Щебуняев, подполковник внутренней службы, помощник начальника межмуниципального управления МВД России Одинцовская по кадровой работе. На этом мы с вами прощаемся, всего доброго, до новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok